Доброе утро! В эфире традиционная рубрика «Наш опрос». Поговорим подробнее о рукоделии и об усидчивости с жителями и гостями Мурома. Давайте начинать. Насколько ты усидчивый человек? Весьма. Весьма, да? Мы говорим сегодня о рукоделии. Вот как к такому виду творчества? Это же тоже творчество. Как относишься? Ну, если у меня везде мой канал называется «Вязание под гитару», как ты думаешь, как я отношусь? Положительно. Весьма положительно. Положительно, да? Ну, когда пришла к рукоделию, что побудила? Нравились ли раньше какие-то работы? Может быть, у других мастеров покупала? В основном вязала сама. Первый раз, наверное, взяла спицы года в три, как мне мама говорит. А крючок, ну, не знаю. Думаю, что в пять, может быть. Вот, пожалуйста. Вязаная крючком рукодельная сумка. Так, год выпуска сумочки. Прошлый. Прошлый год, да? 23-й, да? Понятно. С трех лет, наверняка много работ, да? Куда их все девать? Ну, то есть продавать, дарить друзьям или можно и коллекцию собрать какую-то? Не знаю. Я на заказ вязала и иногда вяжу еще. У меня очень большая семья, у меня там много племянников, ну, как бы сын. То есть я всех вокруг, кого могла обвязать за свою жизнь, я их обвязала. Сейчас я уже больше к этому отношусь, как к творческому процессу, именно для, не знаю, для того, чтобы себя, наверное, как-то позиционировать, что вот, ну, понимаешь, идешь в магазин, смотришь, ну, как бы, да, что-то похожее на то, что ты хочешь, но не то. И как бы понимаешь, что ты можешь это сделать своими руками. Ну, вот наверняка сейчас у многих телезрителей появилась, да, идея что-то создать самому. А вот трудно ли? Трудно ли начать вязать, например? Ну, здесь надо, как бы, понять, что это скрупулезная работа, и она требует не просто усидчивости, а внимательности к деталям. То есть это же мелкая моторика. И это, ну, надо понимать, что это не вот ты взяла спицы там или крючок, и вот у тебя сразу хоп, и все, все получилось. Ну, то есть сначала надо навык выработать. Но, в принципе, я думаю, что это хорошее времяпрепровождение, просто для того, чтобы отключиться хотя бы от каких-то там новостей, интернета и так далее, и просто побыть наедине с собой. Вот в день вязания крючком, что хотелось бы пожелать всем людям, кто занимается рукоделием? Вдохновение и творчество. Отлично. Отлично.